Похвастаться таким обилием производственных помещений и оборудования может не каждый ресторан. В столовой школы номер 100 есть все для ежедневного приготовления пищи для учеников и преподавателей. Конечно, это столовая в первую очередь. Оборудование отличается. Оборудование современное, все отвечает требованиям. То есть приготовление даже, можем готовить на этом оборудовании, приготовление соответствует требованиям санитарных правил, то есть правилам щадящего питания для детей. Эти же пароконвектоматы не нужно переносить тяжести, не нужно жарить котлеты, отваривать это мясо, постоянно переворачивать. То есть все экономится время и силы. Тележки, все приспособления наши механические, которые тоже позволяют не таскать тяжести вручную, а все это перевозить. Автомат для приготовления котлет, стерилизаторы, ножи и специальные столы для разделки свежего мяса и рыбы с регулируемой температурой. Тепловую обработку продуктов в школьной столовой будут производить на пароконвектомате. В пароконвектомате можно готовить одновременно и рыбу, и мясо, и овощи, причем вкусы не будут смешиваться, потому что готовится все на пару. При приготовлении блюд на пару в продуктах максимально сохраняются витамины и пища легко усваивается. В этой столовой продукты проходят полный цикл производства. Из хранилищ они переходят в специализированные цеха для обработки. Отдельные помещения для работы с мясом и рыбой, мучной цех для кондитерских изделий, цеха для первичной и вторичной обработки овощей. В процессе приготовления блюд продукты перемещаются из одного помещения в другое, в зависимости от степени готовности. Через это окно из горячего цеха в холодный будут передаваться готовые полуфабрикаты. Здесь из них будут нарезаться салаты и отправляться дальше на раздачу и в обеденный зал. В зале для приема пищи может ежедневно обслуживаться более тысячи человек. Для инвалидов-колясочников оборудованы в столовой специальные места. Школьное меню будет разрабатываться с учетом сезонности, оптимального количества питательных веществ и требуемой калорийности суточного рациона. У нас разработано двухнедельное меню. Оно используется во всех школах нашего города, нашим предприятиям. Оно ничем особенным отличаться не будет. Так же, как и договор. Он будет, как и для всех, общеобразовательных учреждений. Для школьников в столовой будет трудиться более 20 человек. Повара и кухонные работники, мойщики посуды, работники зала уже прошли обучение на современной технике и готовы к новому учебному году. Николай Палкин, Михаил Корзняков и Павел Соложнин. Новости Тагилтв.